На сегодняшний день сохраняется сложная ситуация в поселке Березовка Среднеколымского района. Напомним, в зоне подтопления оказалось 34 дома. Практически вся нижняя часть поселка оказалась под водой. В том числе социально-экономические и производственные объекты. Вне зоны подтопления в верхней части поселка размещены 184 человека. 66 из них в пункте временного размещения на базе школы, в том числе 37 детей. Остальные жители размещены у родственников. В целом на территории республики паводок проходит благоприятно. Уровни воды не поднимаются выше средних отметок. Среднеколымские, Нижнеколымские и Верхнеколымские районы мы держим на особом контроле, потому что цикличность воды прибывает и убывает. Это будет зависеть до момента схода снега на всей территории колымской группы улусов. Снегозапасы там довольно большие. Ну и конечно будем уделять особое внимание Таяно-Индегирской группе. И тоже до момента полного схода снега на территории этих районов. Как отметил председатель Госкомобеспечения Республики Юрий Зайцев, людям, пострадавшим от паводка, предусмотрена компенсация. Нуждающимся будут заложены средства на питание. Помимо этого, разовая компенсация в размере 5000 рублей на каждого пострадавшего человека. Также при утере имущества граждане получат по 10 тысяч и 20 тысяч рублей при полной утере имущества.